В Кишиневе 22 часа идет подсчет голосов на закрытых избирательных участках. К своему завершению близится день выборов в парламент Молдовы. Хороший вопрос, станет ли он днем перемен? Иными словами, изменится ли расклад сил? Или еще проще, сменится ли власть? Я думаю, что ответы на эти вопросы мы будем получать в ходе этого эфира вместе с моими гостями. Мы будем делиться не только последней информацией, но и делать первые прогнозы. У нас запланированы не только прямые включения из ЦИКа, но и комментарии известных зарубежных политологов. Словом, я приветствую всех, кто сделал выбор в пользу Акчен ТВ. У нас будет интересно. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. И я представляю гостей тех, кто добрался сегодня до Полюса. Это политологи Виктор Степанюк. Добрый вечер. Илья Киселев. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. И Виталий Гамурарь, пресс-секретарь демократической партии, специалист в области еще и международного права. Добрый вечер. Да, Иван, здравствуйте. Кроме всего прочего, мы ждем включений по скайпу известных международных политологов. Это Александр Рар, Николай Стариков и Джульетта Кьеза. Я думаю, что по ходу эфира у нас все-таки будет возможность познакомить вас с их мнением. И с минуты на минуту мы ожидаем включения ЦИКа. Это будет первый брифинг после закрытия избирательных участков. Посмотрим, с какой информацией выйдут к нам представители Центральной избирательной комиссии. Что ж, а пока, прежде чем мы предоставим слово ЦИКа, который, судя по всему, еще готовится с какой-то информацией, давайте обсудим ход предвыборной кампании. Вы знаете, главный эпитет, который употребляли множество политологов и политиков в отношении этой кампании, это было так, как никогда грязно. Согласны ли вы с этим? И мне было бы интересно услышать ваши какие-то комментарии. Виктор Федорович, что это за кампания была? Безусловно, она была грязной, она была неинтересной. С другой стороны, есть огромное количество ее минусов. Я определил приблизительно 4-5 таких явных минусов. Если можно, я могу их перечислить. Это, во-первых, мы не разобрали с количеством избирателей в стране. То есть, на сегодняшний день количество избирателей, которое предоставила ЦИК, неубедительно. И конкуренты, в принципе, должны были разобраться еще до начала избирательной кампании. Дальше. Очень грязные технологии, которые были использованы. Третье. Это подкуп избирателей. Притом открытый, никогда такого большого явного подкупа у нас не было после 90-го года. Здесь есть несколько партий использовало на полную катушку вот этот подкуп. И мы видим, что и дебаты, которые шли на разных телевидениях. И вообще качество кандидатов, оно не выдерживает никакой критики. Ну, в большинстве случаев. Есть, конечно, некоторые исключения. Потому что кроме критики, кроме атак политических друг на друга, ничего путного, ясного, программного и так далее. То есть, мне кажется, что общество включилось в эту избирательную кампанию. Спасибо, Виктор Федорович. Вот сейчас мне подсказывают, что уже готов сделать свои первые заявления Центральная избирательная комиссия. И мы предоставляем им слово. Молдова, им слово. Прекрасно, у explicuit альмаксмедиа, О. Смухиа, Аллаc, Смухиа, Малюцики и Вечат calls. Сегодня мы о восприятии материалео автомат Ellenуком++ в органе. Прекрасно, сегодняме Бога. Оставляем тем, которые декологась за Initiative. В каком мы, в основном рамках В Morganе и Субгаля. На議 "'лавном рамки передвиж pinch. Когда с Бат� или другой, 받ят Его, что будто он сказал, receives все 1.is themselves тро uğ میں, в Romans-мниз. Продолжение следует... Dacă în fața secției de votare se află cetățenii încă care nu au reușit să-și realizeze dreptul la vot, biroul electoral decide să prelungească activitatea până la două ore, astfel ca toți cetățenii să poată să-și realizeze dreptul la vot. Avem încă patru secții deschise. Este vorba de secția de votare din circumscripția Nisporeni, secția de votare din municipiul Belț, circumscripția numărul 10 și o secție de votare din Cimișlia, circumscripția uninominală numărul 40 și o secție de votare deschisă la Tel Aviv, circumscripția numărul 49, a solicitat prelungirea terminului de activitate, dar actualmente aceasta și-a încheiat deja activitatea și a demarat procedura de numărare și totalizare a rezultatelor. La sfârșitul acestei zile, deloc ușoare pentru noi toți, aș dori să aducem mulțumiri în primul rând alegătorilor pentru implicare și activism civic. Apreciez în alt eforturile depuse de către cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei aflați peste hotarele țării, dar și cetățenii Republicii Moldova, care domiciliază în localitățile din stânga Mistrului, pentru realizarea dreptului la vot în cadrul alegerilor parlamentare ordinare, dar și a referendumului Republican Consultativ. Vreau la fel să mulțumesc funcționarilor electorali, din toate nivelurile ale autorităților electorale, atât membrii Comisiei Electorale Centrale, echipa Comisiei Electorale Centrale, echipa Centrului de Instruire în domeniul electoral, membrii și funcționarii din Consiliile Electorale, circunscripțiilor electorale, dar și membrii birourilor electorale, secțiilor de votare, pentru responsabilitate, pentru dedicație și pentru realizarea sarcinii cu înaltă competență și profesionalism. La fel, în numele Comisiei Electorale Centrale, vreau să mulțumim pentru implicare tuturor instituțiilor care au avut responsabilități suplimentare pe partea de organizare a procesului electoral și au susținut Comisiei Electorale Centrale în pregătirea și desfășurarea acestor alegeri. Apreciăm în mod deosebit și contribuția reprezentanților mass media la informarea cetățenilor și reflectarea evenimentelor electorale petrecute pe parcursul zilei. De asemenea, în numele Comisiei Electorale Centrale, vreau să mulțumesc și partenerilor noștri, în special partenerii proiectului EDMITE, dezvoltarea democrației în Republica Moldova, prin alegeri transparente și inclusive, USAID, Ambasada Marii Britanii și Ambasada Olandei prin programul Maltra. La fel, vreau să mulțumesc pentru implicare și observare independentă și imparțială din partea celor peste 776 de observatori internaționali, dar și peste 3.400 de observatori naționali acreditați. Acest număr înalt de observatori demonstrează încă o dată un interes părit față de dezvoltarea democrației în Republica Moldova. Aduc la cunoștința dumneavoastră că procesul electoral s-a desfășurat fără incidente majore și în contextul unei transparențe totale. Toți subiectii interesați au avut acces în timp real la informațiile privind prezență la vot, în bază a aplicației online de dezagregarea datelor, furnizate de către Sistemul Informațional de Stat, gestionat de către Comisia Electorală Centrală. Cu titlul de informare, astăzi, pe parcursul zilei, la Comisia Electorală Centrală, au fost depuse 18 SSZ-ri, dintre care 9 SSZ-ri au fost depuse de către Partidul Democrat din Moldova, 6 SSZ-ri au fost depuse de către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, o SSZ-are depusă de către Partidul Politic Șor și 2 SSZ-ri din partea blocului electoral, acum Platforma Da și Pas. Dacă îi să caracterizăm conținutul acestor SSZ-ri, în mare parte ele se referă la transportarea cetățenilor care domiciliază în Transnistria pentru participare în procesul electoral și cu privire la acest aspect ne-am expus pe parcursul zilei și am sesezat Inspectoratul General de Poliție pentru a examina și a investiga prin prisma, dacă conține componentă de abatere cu caracter penal pe partea coruperii a legătorilor. O altă caracteristică a SSZ-riului depuse astăzi la Comisia Electorală Centrală a vizat agitația electorală desfășurată în ziua votării. Ori, pentru prima dată în Republica Moldova, concurenții electorali au avut posibilitatea să desfășoare sau să continue acțiunele de campanie electorală, inclusiv în ziua votării și cetățenii nu au avut o zi a liniștei. Interdicția de realizare a agitației electorale s-a referit doar pentru interiorul secției de votare și la întrarea secțiilor de votare. Toate sesezările pe partea de încălcări a regulilor de agitație electorale la fel au fost transmise pentru examinare și investigare către Inspectoratul General de Poliție pentru a examina prin prisma abaterelor cu caracter contravențional. Și desigur au fost sesezări, iar și în mare parte, ce vizează agitațiile electorale desfășurate de către unii concurenți care au avut statutul și calitatea de concurent sau fii au fost implicate persoane care nu au deținut statutul de concurent electoral pe partea de referendum Republican Consultativ, dar au realizat agitație electorală. Stimați participanți ai briefing-ului, Comisia Electorală Centrală a dat dovadă de transparență și deschidere fără precedent, a depus și va depune și în continuare efortul necesar pentru a face față tuturor provocărilor și va asigura desfășurarea unor alegeri libere și corecte cu respectarea cadrului legal existent. Și acest lucru, cuvintele mele, sunt confirmate și de faptul că nici o hotărâie a Comisiei Electorale Centrale nu a fost anulată de către instanță de judecată. Fapt ce confirmă corectitudinea organizării procesului electoral în ziua de 24 februarie 2019. La această oră, vă prezentăm primele rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare, dar și a referendumului Republican Consultativ, la care au participat, conform informațiilor de până la această oră, peste 1.450.000 de alegători. Toate datele preliminare cu privire la participarea cetățenilor Republicii Moldova pentru referendumul Republican Consultativ, și în mare parte dacă a fost acoperit pragul electoral pentru ca referendumul să fie declarat valabil, noi le vom comunica după procesarea proceselor verbale care vor veni din secțiile de votare. Prezența la urne la aceste alegeri este de circa 50% la 100. În secțiile de votare deschise în străinătate, s-au prezentat la urne peste 74.000 de alegători și această cifră nu este finală, pentru că, așa cum vă spuneam, mai avem încă 24 de secții de votare care vor activa în vederea exercitării dreptului la vot de către cetățenii Republicii Moldova. Ultima secție de votare se va închide la ora 7 dimineață, în ziua de mâine, și este secția de votare din Statele Unite ale Americii. La secțiile de votare deschise distinct pentru cetățenii Republicii Moldova care domicilează în Transnistria, au participat la vot peste 37.000 de cetățeni cu domiciliu pe malul Stânga Nistrui. În cele ce urmează, datele din procesele verbale întocmite de către birourile electorale ale secțiilor de votare vor fi întroduse în sistemul informațional de stat alegeri și vom putea să le vedem afișate pe ecrane, respectiv vom putea să vedem rezultatele preliminare ale alegerilor și această informație va fi reflectată în regim online pe măsură în care vor fi procesate datele preliminare. La fel, în zilele ce urmează, Comisia Electorală Centrală va recepționa toate procesele verbale în original, atât procesele verbale ale birourilor electorale ale secțiilor de votare, dar și procesele electorale de totalizare ale circumscripților electorale uninominale. Totodată aduc la cunoștința dumneavoastră că mâine, la ora 12.00, Comisia Electorală Centrală va comunica bilanțul preliminar privind totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova, dar și ale referendumului Republican Consultativ. Eu vă mulțumesc și dăm start deschiderii rezultatelor preliminare. Să ne vedem la următoarea mea rețetă. 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 Сегодня, в принципе, нарушений как таковых не было. Таких нарушений, которые могли говорить о том, что выборы можно считать несостоявшимися. Потому что, естественно, демократическая партия была изначально самой заинтересованной. Мы об этом говорили, о том, чтобы эти выборы прошли прозрачно, демократично, в соответствии с теми правилами, которые существуют, хорошими правилами, которые существуют во всех странах, там, где существуют традиции демократии. Поскольку понятно было, что взор главный был на демократическую партию, как партия, которая находится у власти. Естественно, мы сделали все возможное, если вспомним даже то предложение, которое было озвучено о том, чтобы подписать некий код этики, для того, чтобы все участники придерживались этих взглядов или соответствующей практики. Конечно, были нарушения. Конечно, были в предвыборной кампании, мы видели и агрессивные высказывания. Но это невозможно. Этот марафон, который сейчас закончился, было понятно, что невозможно переделать общество за один месяц. Потому что, к сожалению, то, что происходит, это на протяжении долгих лет. Это и та агрессивность, которая в обществе существует, за которую определенную ответственность, если не большую ответственность, несет политический класс, все политические партии, большинство, по крайней мере, политических партий. Поэтому, естественно, нужно менять все это. Но за один месяц изменить это невозможно. В любом случае, это понятно. Я благодарю вас за ответ, Илья, и к вам тогда будет вопрос. Вот смотрите, демократы, в принципе, об этих выборах высказываются очень-очень хорошо. Мы с вами, поскольку вы мой коллега, весь день следили и наблюдали за тем, какие новости приходят из Приднестровья. Ибо никогда еще не было такого большого количества новостей, говорящих о том, что есть подвозы, что кто-то где-то кому-то платит. Да, мы с вами это обсуждали. Вот как вы, во-первых, этот факт оцените? И, во-вторых, согласны ли вы с общей оценкой на сегодняшний день демократов? Ну, во-первых, конечно, никогда еще я не помню такого, чтобы так активно осуществлялась доставка жителей Приднестровья на избирательные участки. Наоборот, казалось бы, были проблемы с тем, чтобы жители Приднестровья могли высказать свою волю из явлений, проголосовать на выборах в Молдове. Это препятствия этому чинились и со стороны приднестровских властей, и со стороны молдавских властей на разных выборах. Это все прекрасно помнят. И, в принципе, казалось бы, и на этих выборах перенос участков тоже явно не в пользу того, чтобы жители Приднестровья могли проголосовать на выборах. Но вот то, что происходило сегодня, это действительно не имеет никаких прецедентов. Вот эта массовость и организованность наводят на мысль о том, что кто-то был очень сильно в этом заинтересован, в том, чтобы как можно больше жителей Приднестровья проголосовали. Вот я не знаю, как бы мы не ознакомились с результатами, когда будет ясно, то можно уже будет сделать какие-то более конкретные выводы в связи с этим. Благодарю вас, Виктор Федорович. Добавите что-то к сказанному или перейдем к спойлерам? Ну, я сказал уже, что подкуп избирателей, которые последние недели не заметила и не захотела заметить Центральная избирательная комиссия, но меня удивляет, что и конкуренты избирательные тоже попытались не заметить. Это говорит о том, что здесь очень явное нарушение. Я не знаю, в какой мере будут документированы эти нарушения, но на сегодняшний день я говорю, что об этом больше говорят, чем, наверное, документируют. И дождемся, как говорится, 48 часов, посмотрим в какой мере. И второе, заметно было, уже было сказано сегодня, подвоз избирателей сегодня были не только здесь, что касается Приднестровья, но и в районах республики. И очевидно, что 2-3 конкурента занимались этим очень и очень активно. Кроме этого, последний пункт тогда я говорил. А кого вы имеете в виду, Виктор Федорович? Вы так просто говорите, два конкурента. Можете назвать сейчас? Я не могу сегодня сказать здесь открыто, потому что речь идет, можно сказать, о главных конкурентах. О главных. Вот они занимались почти все этими делами. Все заметили майки с символами Демпартии, все заметили куртки с символами партии Шора. То, что партия Шора открыла специальные магазины, и это все проводилось в течение последних полугода, это во всем мире называется подкупом конкретно избирателей. Политическая партия, которая готовится к выборам, и она таким образом и так далее. Всех удивило, страшно удивило и так далее, в какой мере вот этот кандидат с семью годами после судебного разбирательства получает исправку о неподкупности. И надо показать это всему обществу. Всех очень сильно удивило, как Демократическая партия направила своих людей в Конституционный суд, членов Конституционного суда. Это что? И где это видно вообще? Чтобы мы готовились к выборам, чтобы мы заботились, как правящая партия, о честности выборов, об открытости и так далее. И таким образом. То есть это шаги, которые очень ясно показывают, что выборы нельзя считать честными, правильными, свободными и справедливыми. Виктор Федорович, я вас прерву, поскольку говорят, что появились первые результаты. Центральная избирательная комиссия в режиме онлайн обещала нас информировать, и судя по всему информировать. И сейчас я попрошу режиссера, чтобы он показал нам, если есть эти данные, чтобы мы их увидели, если можно, и прокомментируем их. Так, мы сейчас просим картинку сделать более четкой, потому что мы ее не видим. Мы не видим результаты пока, к сожалению. Как только мы будем готовы, мы непременно эти данные вам сообщим. Что ж, а пока давайте поговорим о спойлерах, потому что именно эта компания, еще по мнению аналитиков, отличалась тем, что было достаточное количество партий, которых мы могли бы назвать спойлерами. Согласны ли вы с этим утверждением? Почему да, почему нет? Господин Гамурарь, вам слово. Ну, конечно, не согласен по простой причине, что и до предвыбранной кампании не раз мне приходилось отвечать на эти вопросы, потому что демпартию всегда говорили о том, что демпартия работает совместно с другими партиями. Практически я не знаю, если какая-то из известных партий, которая еще существует в Республике Молдова, которые не говорили, что она работает совместно с демократической партией. В том числе и партия социалистов нам говорили о том, что существует некий диалог, а то, что они идут совместно. Хотя я всегда говорил о том, что диалог между партиями нормальный должен существовать. Да, было заметно очень хорошо, что в этой предвыборной кампании партии можно было поделить на две категории. То есть одна категория — это те партии, у которых была четкая программа, по крайней мере, не знали, чего хотят, они шли на эти выборы, и по большому счету все эксперты говорят о том, что они и пройдут в парламент. Была большая категория партий, которые, видно, просто решили раз в четыре года себе напомнить, и практически создавалось впечатление, по крайней мере, у меня создалось впечатление, что некоторые партии и не планировали пройти вот этот барьер для того, чтобы быть в парламенте, а просто напомнить о себе, что не существует. То есть это и есть признак спойлерства, господин Гоморай? Если не пройти в парламент, то отобрать голоса у каких-то партий, которые точно пройдут, разве нет? Ну это же нельзя говорить о том, что демократическая партия все это подстроила, и она их убедила, чтобы они участвовали в этих... А я пока этого не сказала. Это вы сами. Я понимаю, что к этому все идет, поэтому я и говорю об этом. Нет, я просто пытаюсь понять, что можно ли называть эти партии спойлерами. Нет, я понимаю эти партии, потому что существует много разговоров о том, что партия, которая не проходит в два раза и не участвует в предвыборной кампании, в принципе, должна исчезнуть. Различные вопросы. Поэтому некоторые партии вспоминают о себе каждый раз вот предвыборные кампании. Мы видели, сколько было разговоров о том, чтобы некоторые партии объединялись, некие блоки и так далее. Но видно все-таки вот эта молдавская действительность наша, когда эго намного больше, нежели интересы государства, интересы граждан. Оно сыграло то, что практически есть несколько партий, сильных партий, которые знают хорошо, чего хотят, а не знают, чего хочет население. Они шли на выборы с конкретными программами. И наверняка этим партиям, по крайней мере, я бы так хотел, чтобы эти партии нашли общий язык в будущем парламенте, потому что, в конце концов, надо переходить от предвыборной кампании и в парламенте уже работать на благо государства, на благо каждого гражданина. Поняла вас спойлеры. Ваш комментарий, насколько была велика их роль в этой кампании? Я думаю, что ряд партий действительно участвовал в этой избирательной кампании не ради того, чтобы попасть в парламент. И вот можно выделить перечень 3-4 партии, которые целенаправленно работали не на преодоление барьера до попадания в парламент, а именно для противодействия, допустим, партии социалистов. То есть ряд партий, такие как ПКРМ, партия ШОР, наша партия регионов, практически все свое время занимались критикой социалистов и нападками на ПСРМ. Даже один из функционеров нашей партии проговорился, сказав, что целью нашей предвыборной кампании является не допустить социалистов в парламент или отнять у них как можно больше голосов. То есть, вот это и есть типичное спойлерство. Я не могу ничего сказать о том, насколько эта задача была поставлена демократической партией, потому что я не могу этого сказать. У меня нет никакой информации, никаких подтверждений, я не могу об этом говорить. Но, в принципе, надо просто посмотреть. Есть знаменитое латинское правило «Qui Продест», кому выгодно. И сделать из этого соответствующие выводы. Я благодарю вас за ответ. Хочу добавить от себя новость, которая только что пришла к нам на ленту. Это то, что Майя Санду анонсировала протест из-за нечестных выборов. То есть мы видим уже первые оценки политических партий. Поэтому я думаю, что мы к этой теме еще вернемся и потом поговорим. Господин Степанюк, мы говорим сейчас о спойлерах. Вот вы увидели в этой кампании спойлеры? И если да, то какова была их роль? Насколько велика? Спойлерство, в принципе, надо по терминологии разобраться. Это означает создание партии клонов. В этой избирательной кампании партии клонов не было. В прошлой избирательной кампании она была. Такая была партия коммунистов в Молдове, которая была создана, получила там около 5%. Реформаторов. Да, реформаторов. В этой избирательной кампании нет. То есть на уровне пропаганды мы можем там кого-то хотите обвинять. Но когда мы говорим о научном анализе этого феномена, спойлерства не было. То, что партия коммунистов имеет право иметь свой месседж, и они его проводили. Притом это партия с традициями в Молдове. Партия какая там еще? Регионов, пожалуйста. Она давно существует, она имеет право выходить в избирательную кампанию. Обвинить ее в спойлерстве, это значит заниматься второстепенными делами. Здесь проблема в том, что мы должны в каждой избирательной кампании находить самую эффективную будущую власть. И поэтому власти, есть так называемые элиты А, правящие элиты, есть элиты Б, то есть альтернативные. В этой избирательной кампании мы имеем альтернативные элиты? Имеем. И когда мы говорим, вот вы правильно задали вопрос в начале передачи, есть надежда на смену власти? Безусловно, есть. Но это зависит сейчас и от этих результатов, и от поведения, в первую очередь, и правящей элиты А, и от оппозиции. Вот в последующей неделе, как они рассмотрят эти результаты, как они будут действовать. Будут они действовать в интересах развития страны, спокойствия, стабильности, или они затеют конфликт. В какой мере элиты, правящие вот еще сегодня, будут признавать эти результаты, и как они будут действовать, честно или не честно? Мы послушаем, как сейчас основные партии их оценят. Мы пока видим оценку Майя Санду, но мы не знаем еще совершенно четкой и точной оценки партии социалистов. Они выступили, как мы знаем, на пресс-конференции в 21 час, и просто они поблагодарили своих избирателей за то, что те их поддержали, и сказали, что они сейчас занимаются, собственно говоря, тем, что изучают обстановку, да, и подводят итоги. И потом они пообещали высказаться по этому поводу. Мне говорят, что есть возможность сейчас вывести на экран все-таки некоторые данные, которые поступили к этому моменту в Центральную избирательную комиссию. Вот сейчас вы видите данные на ваших экранах, и я попрошу сейчас... Что они не могут дать другую таблицу? Ну что за таблица? Ну что за... Партия социалистов Республики Молдова, это получается 30% у нас, да, уже чуть больше показывают. Значит, демократическая партия практически с таким же у нас показателем, это мне кажется очень интересным. Партия Шор, это 10%, а Кум почти вот 20% мне подсказывают, и коммунисты менее 5%. Это у нас пока обработано примерно в процентном, 5% бюллетеней к этому часу. Как будет более подробная информация, мы непременно к ней вернемся. Ну, я не знаю, имеет ли смысл сейчас вот эти 5% как-то комментировать, или еще как бы подождем, как вы полагаете? Насколько это презентабельно? Это по Приднестровью, по Приднестровским кругам, да? Нет, это та информация, которая появилась на ЦИКе после обработки 5%. Вот 5% это презентабельно, господин Гамурай, или это... В принципе, практика показывает все предыдущие годы, что вот те проценты, которые в начале, которые не появляются, по большому счету плюс-минус, они где-то так и сохраняются. Нет, не всегда. Ну, не всегда, но в любом случае, то есть есть какое-то, есть некое направление, конечно, 5% это еще мало для того, чтобы осуждать, но где-то ожидаемые результаты, потому что, опять же, партии, которые, о которых сегодня говорили, проводили очень такую активную предвыборную кампанию, в принципе, были конкретные шаги, если говорить по демократическому партию, мы говорили о том, что последовательность, это самое главное, о чем мы говорили каждый раз. Естественно, есть сильные оппозиционные партии, каждый понимал, где их электорат, и поэтому, вот здесь опять же тот же вопрос, когда говорят о спойлерах и некоторые партии, которые пытались отбирать голоса у других, например, как у социалистов, я здесь согласен с тем, что у партии коммунистов есть своя история, своя традиция, поэтому они должны были выступать в этой кампании, это однозначно. Уже какой будет результат, другое дело. А каждый ориентируется, потому что, например, те партии, которые традиционно такого восточного подхода, то, конечно, они пытались отобрать у социалистов те голоса, и здесь в этом смысле это нормально, политическая борьба, потому что, с другой стороны, на правом фланге, там, опять же, партии боролись за голоса своих представителей. И это есть, и я каждый раз говорил о том, что самое главное, чтобы политики, потому что они являются основными, то есть на них лежит ответственность за то, чтобы в обществе не было раздора, потому что, по большому счету, после этого, это есть политическая жизнь, политическая деятельность для того, чтобы впоследствии договариваться. В том числе это будет оппозиция, это будут правящие коалиции и так далее, как бы она ни называлась. Но в любом случае есть определенные правила игры, которые нужно соблюдать. Я давно слежу за политикой во Франции, например, еще с детства, знаю, что происходит в Италии, знаю, что происходит в Германии, например, в Великобритании. И это вот то, чему мы должны научиться, потому что личное эго, в любом случае, как и вы бы не были, была бы предвыборная компания, но впоследствии это нужно оставлять за полосой и начинать договариваться, начинать говорить о том, потому что нет постоянных вражеских отношений. Мы поняли. Если можно, ваш комментарий в отношении этих 5%. Вот господин Гамураль считает, что это уже тенденция. Можно ли вам об этом говорить? Нет, это не тенденция. Тенденция появляется там после 35% до 60-70% и так далее. То есть основной результат, который начинает доминировать, он появляется так после 35%. В условиях Молдовы, я говорю, это реально и так далее. Конечно, были исключения, но, как правило, именно надо дождаться уже этих 35-40% подсчета, да, и тогда уже тренд уже будет ясен, да? Да, он уже виден. Илья? Я тоже думаю, что нужно еще немножко подождать, ну, по крайней мере, до подсчета где-то порядка 30-40%. Я вот хочу просто напомнить, что на прошлых парламентских выборах партии коммунистов-реформаторов, которую Виктор Федорович вспоминал, она первоначально проходила в парламент даже по первым результатам, но в итоге, конечно, откатилась и в парламент не попала. То есть я привожу это просто... 4,5 сняжа. Да, то есть я просто привожу это как пример того, что по мере подсчета большего числа голосов результаты могут измениться достаточно серьезно. Я благодарю вас. И прежде чем мы с вами уйдем на рекламу, я хотела бы, чтобы вы поделились своими мыслями в отношении явки на этой кампании. Потому что именно от явки зависят, конечно, очень многие вещи. Вы эти цифры слышали, их озвучила председатель Центральной избирательной комиссии. Вот по этому поводу. И, пожалуйста, если возможно, ваш комментарий, почему с вашей точки зрения так активно голосовали в этот раз приднестровцы? Что так сильно задело их, что называется, заживое, что они вот так массово решили выйти и проголосовать? Господин Гамурай. Ну, я начну с последнего вопроса о том, что жители председательского региона, которые голосовали, я приветствую, например, то, что проходило. Если были какие-то нарушения, то должны заниматься соответствующие органы. Но то, что граждане республики Молдова согласились участвовать в этих выборах, это не что иное, чем еще один шаг к тому, чтобы воссоединение государств, воссоединение страны и начать реальный диалог, диалог, который выгоден как жителям правого берега, так и жителям левого берега. Потому что в любом случае, даже если, то, что говорят, был подкуп избирателей, их организованно привозили на правый берег, я не думаю, что люди настолько наивны, чтобы, в принципе, выполнять волю тех, что им говорили. Потому что это свободная воля уже непосредственно на избирательном участке, и поэтому могут быть результаты далеко не те, которые говорят, что якобы... Понимаете, разница между тем, что было в 2016 году, президентские выборы, если не помню хорошо, тоже было, ну там около 16 тысяч. Там явка в конечном итоге была больше, если... Да, но я думаю, что Приднестровск пройдет около 16 тысяч, если не ошибаюсь, которые участвуют. Там было четко понятно, за кого они будут голосовать, потому что там был геополитический вектор. Кстати, то же самое вопрос о том, почему явка на Западе была больше, нежели сейчас, потому что там стоял четко вот этот вопрос, который вечно, вечно усолит Республику Молдову, к сожалению. А в данном случае, то есть я приветствую то, что больше граждан, наши граждане, которые проживают на левом берегу, что они участвуют в этом. Поэтому главное, чтобы это все в таком правом поле, чтобы все проходило. Первый вопрос, если не ошибаюсь... По поводу явки вообще, да. Все-таки несколько ниже, правда? Да, ну в принципе где-то ожидаемо 50%, хотя, честно говоря, где-то я надеялся, что будет где-то под 60%. По большому счету, потому что вопросы... Это и одномандатные округа, потому что это должно было вызвать больше интерес у граждан Республики Молдова. Но, видимо, все-таки вот та грязь, которая за последние годы вылилась. И я опять же повторюсь, что политический класс, он ответствен за это. Это не одна партия конкретно, а практически весь политический класс, потому что, по большому счету, нет неких четких правил игры, и гражданам просто-напросто где-то уже понадоело. Ну и плюс реальные вопросы, с которыми сталкивается предвыборная компания, о них очень мало говорят. Очень часто некоторые партии просто делали такую себя некую жертву. И вот нас за счет этого пытались выйти в этой компании. Вот сейчас подсчитано 6,68% бюллетеней, и на первом месте партия социалистов, ее результат 30,76%. Демократы на втором месте 30,51%, как мы видим, да. Значит, АКУМ, да, ИПАС 19,37%, политическая партия ШОР 10,23%. Остальные партии, по крайней мере, пока избирательный порог не проходят. Я бы хотела, чтобы мы сейчас с вами прервались временно. Мы сейчас уйдем на рекламу, потом непременно вернемся в студию и продолжим нашу с вами беседу. Итак, реклама на телеканале Акчен ТВ. Акчен ТВ